Перед входом в додзю Планирую своевременный приход в додзю При опоздании инструктор имеет право не допустить вас к тренировке Независимо от причин Обязательно предусматривайте прием пищи минимум за 40 минут А лучше за полтора часа до тренировки Обязательно сходите в туалет до начала тренировки Предусмотрите спенную обувь, не босиком Чтобы при ударах в кумите или при физической нагрузке не получить травму Ваши доги, кимоно, должно быть чистым и аккуратно выглядеть Обе пояс должны соответствовать вашему уровню, утверденному на аттестационном экзамене Обла часть в доге, кимоно и правильно завязав обе пояс Вы должны настроиться на тренировку Во избежание травм во время тренировки Снимите все ювелирные и другие украшения Кольца, серьги, цепочки, браслеты и так далее Ногти на руках и ногах должны быть чистыми и кротко подстриженными Болосы должны быть аккуратно уложены У кого они длинные, соберите и закрепите резинкой в хвост Пластмассовые и металлические заколки запрещены во избежание травм Если на тренировке запланирована работа в парах или спарринге Вы должны взять с собой в зал индивидуальную защиту и экипировку Щитки, перчатки, шлем, жилет и так далее При входе в зал на тренировку Выполните поклон с приветственным возгласом осу Если в зале додзио находится инструктор или старшие пояса Подойдите, обратившись к сихану, сенсей и сэмпай И выполните поклон с возгласом осу, не притягивая руку Если инструктор сам притянул руку Тогда рукопожатием, двумя руками и поклоном поприветствуйте, не опуская взгляда Если вы раньше всех пришли в зал в додзио и еще нет инструктора и старших учеников Предварительно разминайтесь и повторяйте изученный материал Даже если кто-то нарушает дисциплину, бегает, кричит, не уподобляйтесь Простите